Дальше будет больше в смысле самолетов. Предприятие-изготовитель, прибывшее в Пугачевку с парой ультралегких машин ВТ-9 Динамик, обещает в Орел вернуться уже с новой презентацией и с новыми аппаратами. Пока же КБ «Спектр Аэро» из Таганрога предлагает обкатать эти два самолета. Они полностью отвечают требованиям спортивной авиации, могут использоваться для обучения пилотов, а могут для буксировки планеров. Это у нас совместная работа со словацкой фирмой, которая занимается производством планеров и, в частности, вот этих самолетов-буксировщиков. Значит, это у нас первая сдача, проводим, ну, будем говорить, эксперимент. Первый раз самолеты эти сдаем, первый раз пробуем буксировку, в России имеется в виду. Поэтому, ну, вот по результатам сегодняшнего дня, как бы все нормально, прекрасно. Действительно прекрасно, ведь за долгое время Орловский авиапарк наконец-то пополнился новыми единицами. Это стало возможным в результате соглашения между ДСАФ и Минспорта, которое и субсидировало покупку машин. Кстати, каждый борт стоит 5 миллионов рублей. Двигатель и авионика иностранные. Остальное наше. Одним из первых технических пегасов оседлал и укоротил глава областного спорту правления. Всем предлагаю обязательно посетить Пугачевку, полетать, потому что это того стоит. Мы поздравляем ДСАФ, клуб, два новых самолета. У нас есть два бланика, два новых самолета. У нас лучшее поле для полетов в Европе. Как рассказали журналистам, аэроклуб уже заручился поддержкой Муромского. Ведь планы – ого-го, и надо сдюжить. Кроме развития планерного спорта, надо уделить внимание и авиамоделизму, и организовать полеты на воздушных шарах, и возобновить прыжки с парашютом. В общем, Орловский аэроклуб может стать в ЦФО всем на зависть и лучше аналогичных. Эти самолеты позволят уже полноценно учить именно пилотов на самолетах, то есть не только на планерах. И эти самолеты открывают возможность многим и орловчанам, и любому желающему человеку подняться в небо уже на самолете. Поэтому я считаю, что перспективы, которые перед нами открываются, не побоюсь даже такого слова, они на сегодняшний день уже почти безграничны. Небо в небо, небо в небо – это уже совсем не мечта. Для тех, кто хочет почувствовать себя Орлом, в Орле созданы все условия. Сергей Быковский, Антон Яковлев, Первый областной канал.